привет зритель сейчас будет обзор ароматов в января вот этот у меня остается с декабря в основе в декабре я им пользовалась но сейчас у нас еще несколько дней до конца года и возможно я еще что-то заюзаю из тех парфюмов которые обозревала на декабрь но может быть только его и буду юзать для меня он сейчас вообще достоин одного пшика или на волосы или на ручки вот так вот потер или за ушки хотя иногда я и если не иду в помещениях где возможно супер такие чувствительные к запахам люди еще более чувствительные чем я в смысле как мне было сказано тут на днях ты иногда приходишь вот от тебя не пахнет никакими супер духами а вот как только ты уходишь так остается аромат в коридоре в общем я стараюсь пшикать по минимуму хотя вот под настроение когда надо вот действительно из-за ушки и вот в эту ямочку и на запястье и на волосы прям везде вплоть до шарфика какого-нибудь а иногда вот реально одного пшика хватает я его свое время обозвала аромат солнца но сейчас он для меня раскрывается несколько по иному уже в третий раз он для меня вот сейчас на мне он раскрывается на улице особенно в ветреную холодную погоду вот я сейчас собираюсь как раз после этого прогуляться впервые за весь день и он очень унисексово сладко пахнет иногда пахнет так согревающе немножко напоминает даже эликсир буа сенцуэля тыфрашерис даже снятый уже тоже иврашевский и рис нуар и даже немножко еще какие-то ароматики от эйвон другие но вот что-то в общем их есть в общем очень классный аромат если вы не знаете чем заюзаться на январь а у вас там уже еще и снег у нас не до сих пор еще пока не выпал так конкретно но несколько раз так выпадал за все время как то был то не был то сваливался куда-то испарялся вот хороший вариант такой даже отличный вариант на зиму теплый согревающий аромат эйвон мисс мира из black можно сказать первое место но это я думаю первое место в декабре бы ему поставилась потому что в основе только я им пользовалась потом у нас идет и мари тут у меня будут пара парфюмов вообще практически все от эйвон кроме одного и всего их пять в этот раз не помню сколько было на декабрь и два из них это подарок от подписчицы с предыдущего моего ролика из большой такой огромной посылки из тюмени от лёли это у нас и мари эликсир мне кажется все эликсиры вот это пардон все и мари у меня это три мари у меня за мою жизнь первые мари просто и мари были уже закончились в общем и мари эликсир он мне кажется средний между и мари который я потом покажу и и мари который просто он более мягкий хотя такой же сладкий и теплый но он вот для кого-то будет был бы тяжелым если вы любите сладкие но легкие такие цветочные сладкие легкие ароматики то этот ряд ли вам подойдет если только вот на зиму такую холодную зиму если у вас она холодная со снегом такая ветреная с метелями конкретно такая русская зима ну или еще какая-нибудь зима то вам тоже подойдет такой ну а если вы не очень любите тяжелый или вообще не любите тяжелого не сказать что он супер тяжелый бывают и тяжелее ароматы но он теплый и он как-то приглушен на теплый это у нас эйвон и мари эликсир второе место пока что не знаю как будет там концу следующего месяца и мари фэнтези он более чуть насыщенный чем вот эймари эликсир вообще мне кажется красный он не совсем красный конечно хоть у него и крышечка такая беже красно-оранжевая такая кирпичная крышечка он более насыщенный чуть более тяжелый чем и мари эликсир и он мне напоминает очень что-то есть в эфраше что-то похожее есть в арифлейме даже чуть-чуть перекликается со снятым дивайном немножко напоминает что-то из самого эйвона и все вот эти красненькие оранжевенькие крышечки и флакончики вот что-то общее у них есть и какой-то он своего рода немножко оригинальный ну и соответственно и мари и мари и мари очень он мне нравится и это тоже мне очень пожалуйста я практически с ними у нас с ними любовь втроем два аромата и мари и я даже вот когда нос слегка заложен оно как-то не оно не прошибает как допустим какой-нибудь там мята или еще какое-нибудь эфирное масло для ингаляции тот же эвкалипт оно как-то вот так обволакивает и согревает что уже и на насморк как-то пофиг вообще как-то так хорошо не знаю как оно будет на улице на самом деле раскрываться потому что я пока их не наносила на себя так чтобы перед выходом на улицу но в скором времени думаю знаю я бы даже ему поставила первое место вместе с масмирайс блэк а и мари эликсир год на втором в общем вот это у меня третий аромат на январь и дальше у меня пойдет еще один эйвен он был у меня на декабрь но я его практически не пользовала от силы наверно один раз это у нас где ты тут саммир вайт санрайс легкая пудровая ваниль и вот у него аромат сочетается именно вот с этим цветом крышечки вот с этим цветом колпачка светло-сиреневый такой легкий фиолетовый оттенок вот что-то именно такое по цвету цвет сочетается с ароматом легкая пудровая ваниль вот он мне тоже очень нравится мне много что нравится и я решила что на январь он тоже очень даже подойдет и даже можно сказать что он такой легкопраздничный это не вечеринка как вот вы бы пошли там в какой-нибудь клуб с бом-бом-бом там с цветащимся шаром мигающими цветами всякими но посидеть у елочки в гостях у кого-то за новогодним столом вполне себе подойдет берите на заметку если у вас есть такой аромат либо вам нравятся ароматы парфюмерия Avon и вообще вам нравится линейка ароматов Avon Summer White ну и вот Морган для тебя Морган де Туа я его называю Морган де Туа о чем уже говорила много раз это у нас Морган это французская туалетная вода сделанная во Франции в Париже и она вот конкретный такой ванилька конечно надо прыснуть но на мне уже пара духовная имеется одними я прыснула чисто так одни они не попали в обзор я прыснула на кофточку правда кофточка сейчас не на мне это но тоже как бы на меня попала вот он в принципе периодически я его в свое время пользовала мне вообще нравятся ароматы от Морган серии вот этой Морган для тебя и не сказать что они супер стойки но они как бы держатся на вас ну 2-3 может 4 часа нежненький такой и в принципе он похож на вот чем-то своей ванильностью на Summer White Sunrise но все таки их отличает что-то немножко он не пудрован просто скорее всего больше такой ванильный ваниль такая конкретная не сказать что конкретная ваниль конкретная ваниль это вот это ваниль бургонская или темная ваниль черная ваниль это от Ифра 6 серии Секрет де Санс а это вот просто такая легкая ваниль она не тяжелит но она при этом вас обволакивает и классно можно даже использовать как повседневный аромат в общем я выбрала вот эти 5 парфюмов ароматов на январь и думаю что я буду ими пользоваться конечно же с удовольствием ну каких какими-то больше какими-то меньше а может быть опять за весь месяц у меня используется только Mesmerize Black посмотрим в общем всем спасибо за просмотр всех наступающим Новым Годом всем елочки я кстати вот тут нашла еще у меня тут и синенький и другой фиолетовый и малиновый как он там даже не знаю как сказать но в общем два таких теплых по оттенкам дождичка пушистых елку у меня за все время уже три раза уронили уже по-моему уроняют чисто из интереса там на ней все висит блестит надо бы ее уронить потому что больше ничего не стаскивал то ли ему не нравятся шарики которые там висят то ли что в общем всем спасибо еще раз за просмотр и всем до новых встреч пока